Всем пламенный привет! Сегодня у нас 21520, редкий французский гость. На первый взгляд машина не самая лучшая, не о лютом нагибе, но в то же самое время стоит немножечко полетать и она может приятно удивить. Да, я не говорю о том, что она очень хорошо вооружена, что она бодро климбит и делает всех и каждого нет. Но в то же самое время есть у нее некоторые элементы, которые действительно могут порадовать и заинтересовать. Ну и давайте разбираться, что же это за аппарат. Прежде всего нужно упомянуть о том, что машина достаточно поздняя, 1938 год первый полет. Да, действительно уже для 1938 года она была не самой лучшей, достаточно средненькой, ну и дальнейшие попытки допилить ее ни к чему практически не привели. Ставили более мощный двигатель, в результате чего мы знаем появился 21521, но не намного быстрее он и был. Ну правда был чуть лучше вооружен, но в любом случае самолет не мог никак тягаться на равных с современными истребителями уже на тот момент. Ну а современные истребители это что? Это спидфайеры, это эмили, мессершмитты 109, модификации Е. И действительно они в общем-то были побыстрее, поскороподъемнее, так что здесь 215 немножечко проигрывал. Но в то же самое время 215 достаточно неплохо себя показывал в виражах. В докфайте он чувствовал себя прекрасно, ну и если пилот сильно не лез наверх, не крутил через вертикаль, то он мог очень неплохо воевать. Да, действительно, там больше через диагональ, через горизонтальные маневры, все получалось очень интересно, очень быстро и эффективно. Несмотря на то, что самолет чисто французский, побывал он во многих руках. Побывал он в руках у итальянцев, у румын, у болгар. Дело в том, что после капитуляции Франция стала передатком Германии. И правительство Виши, выпускавшее самолеты 21520, передавало большую часть Германии, а та уже решала кому что отдать. Ну и в итоге итальянцы, румыны, болгары приняли эти самолеты и на них летали. Где-то они служили как учебные, где-то на них воевали, но в любом случае самолет, в общем-то, получил боевую практику и был более-менее известен. Но нельзя сказать, что он где-то лютогнул, хотя в первые недели войны, пока еще Франция сопротивлялась, на них неплохо летали и были, в общем-то, победы. Кстати говоря, французские летчики их очень-очень любили и заявляли, что якобы Деуатины намного маневреннее, чем Спитфайры. Но, опять-таки, всяк-кулик хвалит свое болото. Что касается Германии, там они тоже стояли на вооружении, но, правда, там была слишком высокая аварийность. Дело в том, что там все несколько иначе располагается, несколько иначе устроено. Но все-таки самолет французский и немецкие пилоты не всегда могли сориентироваться. Кстати говоря, и ручка управления двигателем, она там несколько по-другому устроена. Если на обычном самолете вы даете газ от себя, газ увеличивается, мощность растет, то там все было наоборот. Отсюда и аварийность. Так что понятно, почему этот самолет немцы не очень любили. Ну вот, если кратко, то, наверное, все. Давайте переходить к нашему самолету. Кстати говоря, в игре он полностью напоминает то, что было в реальной жизни по описаниям. Да, мы имеем замечательную маневренность. При скорости даже через вертикаль можем покрутиться и действительно доставить неприятности противнику. Ну, а коли скорости нет, уповай тогда на маневры через горизонталь, ну и может быть диагональ. Да, скорость у земли не самая лучшая. В общем-то, не стоит рассчитывать на то, что вы сможете убежать. Поэтому, если кто-то преследует, лучшая защита нападения. Маневрируем и пытаемся зайти на шесть противников. Используем закрылки, которые не рвет у нас, да, где-то на скорости до 480 км в час. Ну, по крайней мере, у меня было так, если я не ошибаюсь. Что очень сильно порадовало. Не каждый самолет может ими воспользоваться на этих скоростях. Тоже определенный плюс. Машина имеет замечательный флаттер. 760 км в час. Не каждый самолет это может. Тот же самый Як-1Б отстает на 100 км по этому показателю. В общем-то, тоже огромный-огромный плюс. Кстати говоря, мы очень неплохо и выходим. Из пикирования на скорости 760 спокойно выводится машина. Но, может быть, не так легко. Но, тем не менее, без особых сложностей. Плюс ко всему, на этой скорости у земли рвем ручку на себя и спокойно уходим наверх без всяких проблем. Крылья не отпадают, что очень важно. Так что самолет очень-очень комфортный. Но, все-таки, у него есть ряд минусов. Купая на то, что и скорость крена замечательная. То есть, мы где-то в маневренном бою, пытаясь пропустить противника, можем добиться здесь определенных успехов. Но, тем не менее, сложности есть. В чем они выражаются? Ну, динамика не самая лучшая. Скороподъемность не самая лучшая. Откровенно говоря, просто начиная бой, взлетев с аэродрома, мы не идем по прямой. Мы идем в сторону, климбим спокойненько. Где-то 3200-3400 набираем. Там перегревчик. Ну, понятно, что дальше лезть получается не так охотно. Но, тем не менее. В чем соль? Учитывая все уже сказанное, мы должны находиться несколько в стороне. Пока завяжется бой, опустится хотя бы на одну с нами высоту. И вот тогда мы вступаем. Иначе, иначе мы окажемся в невыгодном положении. Противник выше, мы ниже. И у него все шансы. Ну, а у нас только надежда на то, что наша хорошая маневренность поможет нам уклониться от его атаки. Не самый шик. Нужно это понимать. Ко всему прочему, как я уже говорил, есть перегрев. Долго вести бой на форсаже не получится. Это тоже надо учитывать. Ну, и действительно, наша скорость не позволит нам за кем-то бегать или от кого-то. Так что это тоже не самый такой вот интересный и обнадеживающий момент. Что мы можем и что действительно следует делать? При удачном моменте, когда никто не атакует, поднаберите хоть немного высоты. Поскольку самолет достаточно медленный, нам всегда пригодится эта высота. Мы ее разменяем на скорость, попробуем догнать. Но, как я уже говорил, здесь есть несколько проблем. В первую очередь, следует помнить о том, что даже если вы догоняете с пикирования противника, у вас будет всего лишь один шанс, скорее всего, если цель достаточно быстрая. То есть вы падаете, атакуете. Если вы промахнулись и противник уклонился дальше, вы пока докрутите до него, вы растеряете всю скорость, и он начнет отрываться. Поэтому, в общем-то, шансов здесь не очень и много. Кстати говоря, бум-зум тоже очень-очень доступен на этом самолете, учитывая наш вкладка и нормальный выход из пикирования. Ну и что хотелось бы отметить отдельно. Да, действительно, вооружение подводит все-таки 60 снарядов на пушке. Это как-то не очень. Но в то же самое время, 4 пулемета 7,5 с боекомплектом 2,700. Это неплохо. По крайней мере, на этих уровнях, на этом БРе, можно неплохо и ими пострелять, что мы уже видели. Ну, вот такой вот самолет. Ну и посмотрим, что у нас творится в бою. Как я уже говорил, не сразу я рвался в бой, чуть был в стороне. Ну, а когда увидел, что бой опустился чуть ниже, закрутилось, понеслось, вошел, ворвался, сбил ИЛА, сбум-зумил. Ну и здесь уже, пытаясь бегать за противником, подбирая все, что попадается на пути. Как мы видим, с пикирования, действительно, скорость достаточно неплохая. Хотя и тот же лаг у нас отрывается, от нас отрывается достаточно неплохо. К сожалению, но это факт. Так что, учитывайте это. Ну и самой яркой характеристикой, наверное, этого самолета будет его маневренность. Действительно, этот Дагфайзер в самом таком вот лютом виде. В особенности, если нам хоть кто-нибудь помогает из команды, вот тогда мы раскрываемся очень неплохо. Действительно, мы можем на себе таскать несколько самолетов противника, и кто-то на нас просто сделает фраги, снимет с хвоста. Ну или мы, если будет такой же самолет рядышком, который будет вертеться, крутиться достаточно маневренно, и тоже можем очень неплохо там поучаствовать. Ну, действительно, самолет такой, каким он был, по описаниям, в общем-то, все сходится. Ни больше, ни меньше. Претендовать название лучшего не претендует, но в то же самое время что-то он способен показать. Ну и есть в нем эта французская изюминка. Попробуйте сами и напишите в комментариях. Ну а на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Чистого неба и хорошего настроения. С вами был BlackRoss. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова